Прошло больше месяца с тех пор, как мы были в поселке Затон, и вот мы едем туда снова, чтобы узнать, что изменилось в жизни затонцев. Говорят, что изменения к лучшему все-таки есть. Есть изменения в доступности медицинской помощи, но самая главная проблема, проблема транспортной доступности по-прежнему не решена. Вятка скоро растает, уже началась весна, и тогда добраться до Затона будет очень сложно, потому что с наступлением Паводка люди не смогут добраться даже до железнодорожной станции Затон. Пожалуй, самое главное достижение последних месяцев в том, что многочисленные проблемы Затона, о которых власти города знали давно, начали быстро решаться. Даже в таких трудных вопросах, как летняя судоходная переправа и зимняя ледовая автомобильная переправа, забрежжила надежда на положительное решение. Добравшись до Затона, первым делом мы заглянули в дом Рашида Шигапова. Десять дней назад он выписался из больницы. Алло! Как здоровье? Стало лучше, чем было. Ну, здорово. Спасибо вам огромное спасибо. Если бы не вы, меня бы не было. Точно, уже сто процентов. Это точно. Во время последнего визита съемочной группы Рашид чувствовал себя настолько плохо, что едва мог говорить. Когда нам удалось привезти в Затон бригаду скорой помощи на снегоходе, больной был нетранспортабелен. Медики очень опасались, что Рашид не доедет до больницы. На следующий день его все-таки смогли доставить на санях на другой берег, где больного ждала машина скорой помощи. В больнице Рашид три дня провел реанимации, а когда состояние улучшилось, переехал в общую палату. Огромная помощь мне, конечно. Тут медсестры Горохова. За кардиологическим отделением. Замечательный врач. Просто замечательный. Вот. Она, скажем так, я не знаю, наверное, она ко всем так же относилась, как и ко мне. Я так считаю. Потому что и позднее, когда через три дня, не через три, когда меня на шестой день с этой палаты перевели, в девятую, в десятую палату перевели, когда она очень часто приходила. Уколы, капельницы, таблетки. Сердце у меня как бы стало, ну, легче стало. Ситуация с доступностью медицинской помощи в Затоне сейчас заметно улучшилась. Врач бывает регулярно. Работает медпункт. И это общая заслуга депутатов Котельнической городской думы и работников Департамента здравоохранения Кировской области. В отношении медицинского обслуживания, да, действительно, разговор состоялся. Серьезность с центральной городской больницей. Я считаю, что все, что было сделано после вашего посещения, могло было сделано раньше, без сомнения. Просто, наверное, это был вопрос в какой-то степени бесконтрольный. Есть в Затоне и другие проблемы. В поселке давно не было чистой воды под хорошим напором. Желтую жидкость, которая едва текла из крана, нужно было отстаивать и фильтровать. И что самое отручающее, было запрещено пользоваться собственными банями. Все они сделаны из старых сараев и гаражей с печками-буржуйками внутри. Без слез на эти бани смотреть нельзя. Но и альтернативы у жителей нет. Это моя банька. Мы построили еще... Муж, когда был живой, построили ее в 99-м году. Сейчас у меня мужа нет, я осталась одна. Вот строили мы ее из старых досочек. Ну, моемся. Нас вынуждены. Нужда заставляет. Общественной баньки нет. Пришлось строить свою. Пришли нам бумажки, чтобы эту баньку убрать. И штраф тысячу рублей. Да, и штраф тысячу рублей. И где тогда будете мыться? Негде. У меня ванны дома нет. Ванны дома нет. Комиссия была. Сказали, что снести все частные бани. Захват земли какой-то они нам приписали. И штраф нам выписали по тысяче рублей за то, что мы имеем бани. А общей бани нет. А мы в баню ходить в город не можем. И все одни инвалиды, да престарелые такие люди. Нет. И вот решили эту баню у нас все их убрать. Все эти проблемы были подробно обсуждены на совещании рабочей группы, которая состояла из дебютатов Котельнической городской думы, жителей Затона и главы администрации города Котельнича еще в январе. И сегодня можно сказать, что большая часть требований жителей поселка удовлетворена. Проблема бань, которая остро звучала, она, конечно, была решена. Отозваны административные протоколы, которые были составлены на жителей. Ну, как бы эта ситуация разрулилась. Что касается воды, это острая проблема в городе, в зазечной части города. Вода, мы сейчас получаем поддержку из области, порядка 4 миллионов рублей на строительство, на очистку воды. В поселке Затон, да и в самом Котельниче требуют решений и другие актуальные вопросы. И все же пример этого города, где интенсивно взаимодействуют депутаты Депутаты городской думы и администрация города дает ощутимые результаты. Люди видят хорошие перемены. А это самое главное. Иван Швецов, Дмитрий Кушков, Вести, Кировская область.